Ребята, всем привет! Записываю предновогодний выпуск. На самом деле, меня очень много, очень много вы пишете, где Lumia 950, вот она у меня в руках. Обзор снимается 29 декабря 2015 года, это XL, единственное, док-станции нет, поэтому не смогу подключить на компьютер и проверить. Но могу сказать, первые впечатления, первые впечатления, они на самом деле как-то так действительно все сильно очень похожи, Lumia. Но первое впечатление, конечно же, хорошее. Хороший аппарат, корпус чуть поскрипывает, уж я не знаю почему, крышка съемная. В целом, конечно же, классный. Нужно тщательно мне его протестировать, чтобы рассказать вам все плюсы и минусы, как я обычно и делаю. Выпуск о чем? Это не предобзор 950 XL, он будет выйдет все-таки уже в 2016 году. Хотел вам сказать о том, что самый главный год подходит к концу, послезавтра, 31 декабря, будет итоги конкурса на три смартфона совместно с магазином Gearbest. Если вдруг каким-то чудом вы еще не участвовали, то, конечно, участвуйте. Могу, как всегда, сказать, что гаджетов у меня тьма, в данном случае у меня раз, два, три. И у меня сейчас четыре смартфона. Два от Lenovo, один долгожитель с мощной батареечкой. О, я не принес, один почти 6 дюймов огромный. А, у меня три даже Lenovo. Третий, блин, я даже их еще распаковал, даже еще времени не было протестировать. Китаец, клон айфона 6-го, тоже почему нет, кризис, так называемые телефоны в 100, 120, 130 долларов, очень актуально. И, конечно, 950-е. Кроме того, у меня наушники от Филиппка, беспроводные. Ну, наушники простые, на самом деле, но тоже обзор на них будет. Книжка электронная, Дарвин, такая вот штука. Еще хочу сделать на такую штуковину, это Powerbank, соответственно, Xiaomi. У меня их целых две, давно делал обзор. То есть, ну, я не представляю, как я всем этим занимаюсь, честно говоря, потому что быт, он немножко затягивает. И поэтому на канале что-то не выходит. Просто я обычный человек такой же, как вы, и могу сказать, что на эти обзоры время тратится все больше, больше и больше. И больше, и больше, и больше, и больше, несмотря на то, что я их не монтирую. Если бы еще монтировал, то вообще, наверное, тогда бы я бы, наверное, все это забросил давно, честно говоря. Честно говоря. Вот. Ладно. Самое главное, предновогодний выпуск. Я желаю вам всем, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Пусть 16-й год, несмотря на то, что в мире лихорадят, лихорадят действительно нехило так, не будем о политике говорить. У нас в России тоже движуха начинается такая, там, фильм, вот этот «Чайка», это, конечно, очень горько и обидно осознавать все это. Не будем эту тему распространять. Умный поймет, как сказать, дурак не поймет, наверное, но не будем чего-то там. Будем надеяться, что изменения, которые будут, они будут не как 100 лет назад, в 1917 году. Или вообще пусть лучше как-то все само потихонечку меняется. Ладно, не буду о политике, просто лучше эти новости не смотреть. Как я и не смотрю их давно, с 6-го, с 5-го, с 7-го. Не, давно я телевизор вообще и новости не смотрю. Но не в этом речь, не будем о грустном, не будем о подлом, о чем-то. Будем о хорошем. Самое главное – живо-здорово. Самое главное, если есть финансы. Самое главное, если есть семья, любящая жена, это самое главное. Ну и дети, само собой. И главнее ничего в жизни нет. Поэтому, ребят, немножко я просто подустал. Быт, быт просто, быт и заедает. С новыми силами в январе возьмусь. Ладно, тогда в этом году, наверное, только конкурс больше. Вообще просто нет времени. Сейчас вот час с большим трудом удалось. Ладно, ребят, короче, счастливо. Конкурс будет. Кто-то выиграет три смартфона. Ребят, счастливо.